Все-таки Кремль был удивлен даже этой более-менее единством Запада в этих санкциях. Это заслуга Меркель в большой степени. И был удивлен особенно сопротивлением самой Украины. И, наверное, добровольческие батальоны и все, что все-таки они не убежали. Только при больших жертвах отстояли на Востоке и делали в прошлом году даже офенсиву, как вы помните. Значит, там есть сопротивление. Украинское государство не распало. Сейчас мы видим при всех социальных проблемах, которые есть и будут, цены на тарифы, коммунальные тарифы и так далее, что все-таки экономика не разрушилась. Значит, ну, что остается Путину? Взять контроль. Конечно, надо дестабилизировать страну в целом. И я помню хорошо, когда в начале этого года были какие-то там маленькие эксплозии. И там в Одессе, я не знаю, где еще, в Харькове польский эксперт написал, что это новый этап. Это идет сейчас внутренняя дестабилизация Украины и попытка. Сейчас вот события перед Радой. Ну, будем ждать, там еще и следуется все это дело. Это в хорошей или плохой советской традиции дестабилизировать соседние страны. И я думаю, в этом российские чиновники советского образца, они просто очень хорошие в этом. Это их специальность, делать такие специальные акции спецслужб. Возможно, что это сейчас новый фронт. Так что это, ну, другая форма, так сказать, этого конфликта.